В этих ремнях и тросах новичку легко запутаться. Александре сейчас 10 лет. В секцию пришла 2 года назад. Сейчас Саша имеет все шансы войти в сборную. Результаты прохождения дистанции показывает отличные. Говорит, что взяла пример со старшей сестры. Теперь спорт – это их семейное увлечение. Мне очень понравилось. Я очень переживала, что меня с ним без дистанции, или я не смогу войти в время. И, конечно, у меня была надежда, поэтому я старалась. Потому что все за меня болели, и я этому очень рада. В Краснодарском крае этот вид спорта имеет серьезное представительство. Как говорят тренеры, заниматься спортивным туризмом и скалолазанием лучше с 8 лет. В соревнованиях участников делят по возрастным категориям. Оценивается качество прохождения дистанции и время. Многие элементы требуют серьезной физической подготовки и хорошей реакции. Спортивный туризм развивает целый комплекс качеств. Координацию, выносливость. Здесь надо быть сильным, быстрым и еще думать, что как делать. То есть это технически сложный довольно-таки вид спорта, который подразумевает большое количество характеристик, которым должен обладать спортсмен для удачного преодоления дистанции. Спортсмены, занявшие призовые места в различных возрастных категориях, отправятся в Славянск, Северский район и Краснодар для участия в краевых соревнованиях. В декабре анапчане, вошедшие в команду Краснодарского края, показали неплохие результаты на всероссийских состязаниях в Белгороде. Как считают судьи, у них есть все шансы на победу и в этом году. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.